Всем привет, с вами Андрей Санар, и сейчас мы будем уже катать Грома в такую серьезную ветреную погоду. Вот здесь трава гнется, облака несутся, ветром практически сдувает. Вот посмотрим, как у нас Гром будет с ветром дружить. В комментариях к прошлым роликам были опасения, что вот, его ветром сдует, у него большая парусность. Вот сейчас посмотрим, что у него с парусностью творится, посмотрим, какие есть у него ограничения по применению, и есть ли они вообще. Поехали! Вот сейчас, впротив ветра, ветер аж вон в уши дует. Погнали! Мотор не надо. А все почему? А потому что ширина от лодки небольшая. Мотор не надо. Мотор не felön. Оооо! Ооо! Погнали! Опа! Хо-хо-хо-хо-хо! Выходим в море У нас еще запас по мощности есть Мягко так идет, сидушки амортизируют Не то, что на банках, на этих Размер волны увеличивается Вот уже ветер сразу дютлает по другому, да? А это, я напоминаю, маленькая лодка 3.35 длиной Схожесть в водоизмещающем режиме Схожесть в водоизмещающем режиме Схожесть в водоизмещающем режиме Схожесть в водоизмещение Схожесть в водоизмещение Все нормально, волну держит Парусность не ужасная Все хорошо Просто есть обман зрения Лодка сама по себе маленькая Поэтому кажется, что она очень-очень высокая А на самом деле Она достаточно скромная Хочешь девушку с веслом увидеть? Нет А где она? Хочешь? Говорят, у нас лодка высокая Осторожно, голову пригибай А то вон в мост Пилимся Сейчас будет Вот она красавица Ах, какая, смотри, какая она Да, ты думал? А вот тут я на этом самом На велокаяке На эве Катался Да, не пройдем Высота слишком большая у лодки И уточку задавим Довить! Довить утку! Да, как, блин! Здорово, блин, мне эти сидушки нравятся Вот сейчас вот по волне иду Эта волна не особо большая Но вот по жопе бы она давала Шикарно идет, просто шикарно Разгон такой Скорость Эй, я капитан! Давайте матросы! Сейчас мы на мель сядем и ты улетишь Красиво-то как! Вот мы высадились на необитаемом берегу Красивый такой пляжик А вот наша лодочка Гром 335 И сейчас я о ней расскажу Идея сделать такую лодку Появилась у нас не так давно И мы ее реализовали Основная изюминка лодки Это надувной каркас Этот надувной каркас дает много возможностей Супер широкий кокпит Кокпит шириной 1 метр Это значит можно сидеть поперек на банках Упираясь спиной на баллон Это значит нет никаких стеснений По размещению груза Дополнительная возможность Складывать всякие вещи Между баллонами При длине лодки всего 335 сантиметров Это считается очень маленькая лодочка Кокпит у нее Как у 360-380 А по ширине как у 400 и более Лодка имеет борт 75 сантиметров высотой При этом парусность Достаточно умеренная И те кто говорили Что лодка будет плохо себя вести на волне Что она только для гладкой воды Это видео доказало Что все не так Лодка замечательная И ведет себя на волне адекватно Мы отказались от стандартных фанерных банок Потому что при такой метровой ширине Каждая фанерная банка Будет весить 5 килограммов Вместо этого использованы Удобные надувные сидушки Которые теплые На которых сидеть удобно Высоко Хорошо И каждая эта сидушка Весит меньше 2 килограммов А именно 1900 граммов В лодке 5 отсеков Три отсека приходится на нижний баллон Еще один отсек Надувное дно низкого давления И еще один отсек Это вот верхний баллон Он сделан одним отсеком По желанию И верхний баллон можно тоже разбить перегородками Но я считаю, что это не нужно У лодки есть леерная обвязка Множество ручек Для удобной переноски Или просто для того, чтобы держаться Форма носа Немного обманчива Она кажется Утюговатой Как тут говорили, что это утюг Или надувной бассейн На самом деле Она вот своим штевнем Достаточно заостренным Прекрасно рубит волну Если в большую волну воткнуться Брызги через верх, конечно, могут попасть Но это все минимум самый А так волну она проходит отлично И мы в этом видеоролике это показываем Оптимальный мотор Это или клоны Тахатсу 9.8 Хорошо сюда 9.8 пойдет Или 9.9-15 двухтактные Вообще замечательно Можно и четырехтактные повесить Тут уже разницы большой нет Транец выдержит вес и побольше Дизайн может быть всякий разный Здесь просто сделан оранжевый борт Этот борт может быть совершенно любого цвета Можно здесь даже делать какое-то фигурное изображение Там языки пламени Тут простор для творчества огромный Что понравилось при подготовке лодки Она очень быстро готовится Она собирается целиком только насосом Остается только весла прикрутить к уключенным Поскольку объем баллонов небольшой Нету одного какого-то большого цельного круглого объема То лодка надувается очень-очень быстро По профилю донышка она близка к тримарану Вот сейчас с мотором перевернуть не удается Но вот она идет на двух баллонах И на килеватом днище Баллоны, в отличие от более широких баллонов На традиционных лодках Они работают как узкие скеги Как катамаранные узкие скеги Поэтому они не тормозят лодку Обман зрения заключается в том Что человек, который смотрит вот так вот на лодку Он воспринимает диаметр вот этого борта Как традиционный лодочник То есть там 45-50 сантиметров А здесь баллон всего 30 сантиметров И поэтому все миниатюрненько, компактно И без излишества по размеру Напоминаю, что сейчас 4 декабря Температура воздуха отрицательная Лодка вон вся во льду Я сначала думал, что это такое за белые следы на ней Клей какой-нибудь этот А это лед Пока пассажир готовит квадрокоптер Я решил прошвырнуться опять в море на волнишку Посмотреть как она в одного волну В общем, лодка себя отлично показывает Как в одного, так и с пассажиром Волна вот такая Среднеумеренная морская Ей не страшна Курс держит четко Триморанные обводы Этому хорошо способствуют Имеем 3 точки опоры Идем как на лыжах Выход на глис против волны Одного Опа! Все! На глисе Пошли скакать Интерцепторы помогают прижать нос Ветер сильный Порывы до 12 метров в секунду Лодка идет прижав нос Потому что работают интерцепторы на скорости О! Разворот Бортом к волне Обещал донышко показать Вот оно такое донышко Вот на этой келеватости идем И на баллончиках Получается практически тримаран Не совсем честный тримаран Но около-около того Ну все! Камера уже не пишет Всем пока! С вами был Андрей Сонар Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok